Седьмой том книги «Открытым оком» вопрос номер 1971. Тема «Проповедь благовестия». Вы говорите проповеди на столько раз уже слышанное в храме раньше и каждый раз находите что-то новое, связанное именно с сегодняшней обстановкой, применительно конкретно к нам. Откуда это берете, где о том читали или как? «Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Меня не раз об этом спрашивают многократно и тут же забывают, не подражают. Во-первых, я очень и очень люблю моего Христа. Мне приятно было бы ответить на тот вопрос Иисуса, какой Он трижды задавал Петру после Своего воскресения, Иоанна 21.15. «Когда же они обедали?» Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Спаси агнцев моих». «Любишь ли ты меня, Игнатий?» «Ответить, что больше, чем другие, я не смог бы». Но если бы этот вопрос был по отношению Слова Божия, то я твердо и доказательно ответил бы, «За всю жизнь мне еще никто не встретился. Кто бы так любил Библию, столько времени проводил бы над ней и так активно и всюду пользовался ею, как я. И в этом не гордость, а радость и истина. Пример искать даже и не нужно. Возьмите мои неуклюжие стихи, даже и не стихи это, а проповеди в стихах. Все они по 9 четырехстрочных куплетов, то есть по 36 строк. И напротив в каждой строке указана книга Библии, глава и стих, откуда почерпнута эта мысль. Для того, чтобы только открыть указанные места и прочесть, даже не вдаваясь в связь строчки моего стиха и библейским стихом, уже уйдет не менее 15 минут. Но чтобы написать это, чтобы войти в дух и в поток Библии, чтобы строчки одна за другой были увязаны, но уже в другом порядке и в связи с сегодняшним днем, это как возьмешь на себя, если тебе не дано. Если вы не согласны со сказанным, тогда найдите еще где-то такие стихи, хотя бы за последние две тысячи лет во всей мировой поэзии. И пришлите мне посмотреть на них. Есть стихи Григория Нарекации. Монаха Армянского. Но там редко слова из Библии, без указания, откуда они взяты. Здесь же абсолютно точно дается указание. Иногда напротив одной строчки стоит до четырех мест Писания. Чтобы прочитать, нужно время. Но чтобы указать эти места Библии, на это нужно минимум в несколько раз больше времени. Даже зная, где это место, мне нужно найти его и самому прочитать. Не доказал ли я вам свою любовь к Библии? Тогда поживите со мною рядом или прочтите серию из семи книг, пока открытым оком. В каждом томе в 752 страницах по три тысячи выдержек из Библии. Это ни о чем не говорит. Может быть, это тоже на каждом шагу встречается. У отца Григория Адьяченко много ссылок на Писание, но это не стихи. Это не мое, а дар моего великого Бога, Бога истинного и его вечное неизменное слово – Библия. Занимаюсь ею более 40 лет ежедневно, где бы ни был, даже в тюрьме, в лагере, в больнице, в степи, когда пасу скотину, в лесу, на работе, в путешествии. И не потому читаю, что что-то не знаю, но всегда жду от моего Господа слово его. Это не буковки по бумаге, а его слово. Я читаю, и как бы голос его слышу на моем родном языке, на великорусском. И каждый раз молюсь до чтения, во время чтения и после чтения благодарю. И потом постоянно размышляю о прочитанном, сравнивая с соборными правилами, с трудами святых отцов церкви. Мне Бог дал возможность одновременно думать по разным каналам, если можно так сказать. Если человек с трудным вопросом, то тут я весь без остатка выкладываюсь. Множество мест Писания выстраиваются в моей памяти, мгновенно выбегают из глав и стихов и кричат «Меня возьми, меня возьми!» Я раньше его родился, я лучше и точнее, и более открыто скажу. Библия мне друг. Библия – это мой Псалом 118, где в 176 стихах 185 раз говорится о том, как нужно любить Библию. Я не кабинетный работник, а практик. К проповедям готовлюсь очень тщательно, но не пишу их, а обдумываю события, горе какое-то, и мысленно прохожу многократно по всей Библии, ища подходящего, что уже было там похоже. Но ни одной проповеди, заранее написанной, среди сотен произнесенных мною проповедей, у меня нет. Мне нужно события, и чтобы меня оттолкнули. Смотри, вот беда. Погляди, вот неясно кому-то что-то. Все темы вышибались из меня чем-то, каким-то событием. Наши люди стали ходить к католикам, и некоторые смутьяны даже вначале склонились к ним. Тут же из меня похлынули две темы – человекоубийство и ложь Ватикана, и гордость папства. Некоторые стали отвергаться от наставничества, и мгновенно вышел материал «Отцы и дети». Точно так же пишутся и стихи, они выбиты из меня, они не от ничего не делания, а от пустоты, какая образуется где-то от неведения, от тьмы, которая кого-то окутала. И мой разум, мой талант, пусть и махоньки тут же спешат им на помощь. Кто-то со своими магистерскими и профессорскими, кандидатскими мог бы лучше и более грамотно ответить, но вот здесь их нет. А этим людям нужен пусть и не столь изысканно приготовленный хлеб, но зато без вредных примесей и биодобавок, от которых незаметно происходят гормональные изменения. И вкушающие нечистый хлеб дадут хилое или мертворожденное дитя. Проповеди почти все были мною сказаны как бы спонтанно. Иногда только прочтут в храме апостольское чтение, и тут же у меня как вспышка. Вот это тут нужно осветить. Или после евангельского слова, или даже по одной строчке псалтири выводится на всю Библию, обязательно с увязкой к сегодняшним бедам, вопросам. Псалом 118 стих 98 Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною.